так ребят последнее время стали замечать какую особенность постоянно вода на коврике стекло даже помыли сами да и полно хочу вот здесь вот как ванна получается образуется здесь вот трубочка по которой должно все это стекать так как мы по лесу едем все листвой там акации или еще чем-то мухами каким-то забивает и получается вот такая дрянь не обрызгаться видеть полной воды с водительской стороны уже и продули может рано беспокоимся резине nude уже как бы возможность было купить купили она также у нас размерность 12 на 20 идет так называется она вот давайте как нортек tr 93 но это полный аналог к 93 это 131 выпускается на в барнауле модель россия по какой-то корейской технологии ну не знаю там на насколько это правда нам продавцы сказали 11500 короче вот за одно колесо у меня даже вот такая в пайка есть мы не знаем как бы была омская омская дороже стоит посмотрим как будет это ходить попробуем ну вроде как хвалят что на пазике ставят что резина по 90000 сам ну как сама резина именно от отхаживает и у нее где-то протектор ровный вот именно пазовский про это ничего не говорю все с камерой шла флипера не было вот ну камеры надо сянуть и не знаю тут насколько она хорошая резина камеры будем пвх оставить вспомнили с какого же раза мы все-таки установили подушку заднее крепление кабину с четвертого раза сейчас вот первый раз у нас заводское просто на полу было крепление у нас траверсу вырвало мы поставили швеллер десятка швеллер сделали мы его на на болт да на болт первое как родная стояла вырвало потом мы сделали на шаровую девято что я помню шарова тоже что-то не понравилось там все бы выворотила потом поставили уже на подушку на него скоризида вы что-то она тоже так это мало хождение показалось недолго она отходила и уже четвертого раза поставим левое по моему крепление двигателя десятки правое правое крепление десятки и все ребята это все закончилось у нас на ремонт и больше туда пока больше на нем просто еще раз показать насколько диагонально ломает раму свалился а так давайте по крыше что у нас разговор с крышей мы еще когда в том году и украсили в этом не трогали ничего эти все ободрали вообще до металла ободрали из по закрасили грунтовка и таким грунтом пока все классно держится вот именно вот этот вот пятак который вареный вот именно вот этот который они крыши добавляли почему-то он с какого-то металла с другого сделаны чем основная крыша основная это не ржавеет и не облазит вот даже вот видите краска облезла грунт появился вот здесь вот где-то вот допустим даже грунт уже ржавчинка но она дальше коррозия не развивается здесь почему-то коррозия вот язвами было уже побоялись даже что насквозь может прогнить почему нет металл тонкий да ребят еще один момент вот этот глушитель воздуха где ну для тормозов стоит так и называется глушитель воздуха я в этот раз его покупал и она там который на столе заказов ну как выдачи достал наверно она отдает и такая быть почему глушитель не несете почему глушитель где-то вон там ведь на полочке лежит но тут на полочке вот этот и лежал называется да один мы уже покупали поставили не знаю где-то он там потерялся потому что опять начал бы как бы бу-бу-бу-бу-бу-бу бубнящий звук из-за чего может быть кольцо вот это ослаблен возможно вот этот край внутренний недостаточно зацепляется мы поставим опять пускай ну звук конечно когда машина проезжает бубнящий сильно от него воздух излишки выходят она сейчас положу и когда уже искупаемся холодильник надо будет убрать и полезу поставлю куда ставить то вот он вот сюда надо будет столкнуть вот так вот так надо будет все эти грязь убрать поясок освободить от грязи еще брод прошли все ждет замены фланга потому что до дома скорее всего мы не дотянем не докачивает без тормоза там уехать тоже нет вариантов и остывает маленькая к здесь открутишь попробуем силиконовый поставить потому что вы хвалит народы знает как она два года он одержался у нас продержался хорошо дайка ставили шланг не то что до резина вот эта сыроварная более-менее на что-то не захотел работать дальше температура давление весь надутый сейчас я это вижу в конце не могу понять все так сейчас халюту одену а вот здесь ничего не делай всегда говорю самое хреновое дело это в дороге ремонт всегда надо дома все смотреть ну вот как-то все не усмотришь опять же с машиной ну это ладно мелочи шланг уже был готовы потому что почему готовы да потому что знали что такая беда случается ну раза три до меня не шланг за всю бытность так и шланг показать чуже все-таки с ним произошло эти вот весь в пузырях в таких вот они вот весь это расслаивается ну ждал свой час такая резина вся размочали на хомуты нужны же добыть отсюда еще сдачи даже 30 сантиметров с двух метров два метра шланга ушла рублей по 300 что ли метр такое покупал бы на ценники кадр сидит ну-ка слез ну-ка слез в сиденье он же знает что пакости да все равно нет нет туда залезет у нас как раз вот закончилась песком натирать руки ребят еле-еле до дома дотянули тормоза все в обувь шланг по дороге мы думать слетел да нет здесь люди трус нормально стоит не знаю только фуга труска шланг все вне уже нет здесь нормально что и там наверно надо смотреть ну лезть туда надо смотреть ну где-то вот щипит вот здесь впереди походу шланг просто от порвало вот ребята шланг разорвался то есть мы проехали всего лишь ну там сколько на 200 даже не мне не меньше даже 160 рот хватило этого шланга вот такой то есть кто мне хвалил его ребят никогда больше его не хвалите дрянь все дайка вот это дольше всех отстоял то есть импортный сша усса 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 вот блин значит масло проверим уровень воды дали вымывать с трех раз догадайтесь чему с алексеем делаем чадать грузим а так надо здесь это нашим на сидение деловые линии новокузнецк прислали сюда но хотя я просил до прокопьевская компания авто альянс так цены попозже покажу так вот с документами 1800 только доставка 1813 обошлась сейчас мы аккуратненько загружаем здесь будем свой докидывать вот сюда вот вот между вот здесь все их вообще поехали совсем привет 14 октября больше ехать мы в этом году никуда не собираемся потому что погода мерзкая уже вторую неделю стоит то есть все перегоняем его также как в том году туда вот никуда и гербаним на зиму чуть маленько прогрев кстати в этом году мы как сказать мало выезжали потому что смотрите мотоциклы велосипед водя в поход ходил там почитать 10 дней болтался по горам то есть погода тоже не всегда давала выехать ну этот год с ремонтами малый до следующего года в следующем году резину новую рессоры в этом году даже домкратить не будем потому что мы же все из за весор берегли еще мы сколько не смогли разбереть даже ездить не надо просто ломается сам стоит и ломает я вот этих бревна сейчас буду забирать в гараж какие дела аккуратней пилу уберу вот этим не надо будет распилить потому последний поездку привезли вот борт разбираем вот так он и будет зима зимовать уже там два капкана поставили то есть они будут ничего показывать на эти нас вас двери пройдем посмотрим чтобы ничего в этом году ничего не домкратим по причине того что у нас новые рессоры куплено уже все под замену это будем тормоза разбирать диски снимать колеса вернее всем до новых встреч а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...